Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 января. И я вот сейчас стараюсь почаще открывать комментарии, отвечать на вопросы, потому что преддверие посевной. И очень много вопросов задают начинающие огородники, кто, например, в прошлом, позапрошлом году начал. Они спрашивают про неудачи прошлого года, почему так получилось. Вот я сейчас, что успею, отвечу, но предупреждаю сразу, снимаю на фотоаппарат. Если отключится он самовольно, он длительное видео не выдерживает, ну, значит, до свидания, значит, мы попрощались. Так. А вот, вот это хотела прочитать. Обратите внимание. Добрый день, отличное видео. В прошлом году вдохновилась вашими результатами, накупила семян от Сепсада. Какие нашла из вашего списка, следовало вашим советам. Но, о ужас! Семена магазинные сходили 3-4 недели. Сеяла сухими, чего раньше не делала. И из-за этого времени не хватило для созревания томатов. Дальше читать не буду, я увидела самую главную проблему. Вот из-за того, что целый месяц сходили семена, не успела она получить красные томаты, ну, или желтые. Короче, не успели они вызреть. Смотрите, когда мы сеем сухими магазинные семена, они по большей части всегда сильно-сильно пересушены. Если вы сеете магазинные семена сухими, без дополнительного замачивания, то хотя бы 5-6 дней дайте им фору. Короче, нужно посеять на 6 дней, чем обычно вы хотели сеять, чтобы они набухли. И еще один нюанс. Многие грешат тем, что при посеве сеют в не сильно увлажненный грунт, и поэтому семена очень долго лежат, набухают. Им просто-напросто не хватает той влаги, которая у вас в грунте, в лотке, чтобы быстрее набухнуть и проклюнуться. Я вот вчера рассказывала, как я сею перец. Сейчас еще заострю на этом моменте, это самое ваше внимание. Я всегда очень сильно проливаю вот эту посевную дорожку. И причем, обратите внимание, весь лоток я не поливаю. Я делаю углубления бороздки и поливаю их сильно, прям до жижки, до грязи. Может быть, слышали поговорку «сеешь в грязь, будешь князь». Это, конечно, подразумевается для открытого грунта, что не надо ждать, когда земля высохнет, надо именно в грязь, в жидкую, в такую мокрую землю сеять, чтобы было много влаги, тогда семена быстро взойдут, будут дружные всходы. Хотя это придумали для открытого грунта, но и для лотков для наших тоже подходит. Грунт в том месте, куда вы укладываете семена, должен быть сильно мокрым, прям как грязь. Я вот старое видео, может быть, завтра или послезавтра выложу, покажу. Я один раз поливаю, прям в эту грязь укладываю семена, прям туда сильно, как вдавливаю, сверху еще раз поливаю, и они вот в этой каше, вода, земля, ну, короче, в этой грязи лежат, и я сверху их тогда закрываю. И вот этого им хватает, тогда они быстрее набухнут, у них должно быть обилие влаги. Но, опять же, нужно тут соблюсти золотую середину, чтобы в бороздке было обилие влаги, а во всем остальном грунте грунт был не сильно увлажненный, полусухой, чтобы не развелась опять та же черная ножка, вот эти всякие корневые гнили. Все это я покажу очень подробно, но это очень многие этим грешат, что плохая всхожесть из-за того, что бороздки недостаточно увлажненные. Я прям два раза лью. Так, хотела как раз на этот вопрос ответить подробно, потому что это у многих. Там вот дальше будет вопрос о том, что шапочки, вот эти сеянцы вылазят с шапочками, как я их называю, космонавты не скидывают. Тоже по этой же причине. Одна из причин – не глубокий посев, другая – не увлажненный грунт. Сейчас, если дойдем, я подробно расскажу. Вот Лиана Никулина про дату массовых посевов пишет, что опыт выращивания показывает, что в условиях сурового климата с коротким летом рассада, выращенная с более ранним посевом, себя оправдывает более длительным плодоношением. Если сеять в марте, то и получишь вечно зеленые помидоры. Даже застарелая немного рассада предпочтительнее. Срок вегетации растений ничем не обманешь и не ускоришь. Но я вот крупные вообще начинаю сеять в феврале. Просто многие не высевают рано только из-за того, что нет условия для выращивания рассады. Например, нет подсветки, нет места на подоконниках, некогда воситься с рассадой. А вообще, конечно, чем рассада старше, и если вы ее хорошо с соблюдением условий вырастите, это всегда лучше, чем рассада молодая. Ясно, что старшая начнет раньше нам плодоносить, давать. И вот про это, когда я про светильники показывала, тут уже совет, что в строительном магазине есть цепочка метражом. Пользуюсь недорого и вечно. Я тоже, кстати, видела такие цепочки. Ну, руки не доходят. У меня все эти веревочки, веревочки всю жизнь. А вот Анна спрашивает. Вот это проблема у Анны точно. Здравствуйте, Ольга. Случилась такая оплошная, замоченные семена двух сортов, острые и сладкие, случайно уронили, и все семена перепутались. Возможность пересевать нет, нет семян. Как их различить? Чем грозит такая посадка? Но различить на ранних сроках вы их вряд ли сможете. Семидольные у них одинаковые вылезут. И листья первые, вторые, третьи все одинаковые, цветы одинаковые. Есть только несколько сортов. Вот чуть-чуть еле заметное отличие. У острого перца могут быть немного изящнее, как бы потоньше листья, а у сладкого круглые. Ну и то это не у всех. Есть острый перец тоже с такими же круглыми листьями. Только в фазе формирования стручка вы можете заметить, чем это грозит. Иногда они могут переопылиться. Но парадокс, иногда растут вместе и не переопыляются. Я вот уже по своему опыту знаю, возможно есть сорта, какие-то склонны к переопылению. У меня вот желтый слон и гладиатор, он постоянно у меня в последние годы все переопыляется, переопыляется из-за этого, только не стала острый перец высаживать. А некоторые сорта сладкие тут же рядом. Растут в этом же огороде и не теряют свои сладости, не приобретают остроты. Но различить их сложно будет. Я вот ваш ответ специально оставила, неотмеченный, чтобы ответить. Вот Юля Бричкевич спрашивает. Здравствуйте, а как же то, что говорят за ломочвину, суперфосфат вместе вносить нельзя, потому что образуется мяк, ну короче, на который растение не усваивается. Я говорю, что я вот про себя рассказывала, что я суперфосфат специально внесла осенью, чтобы он уже, я намочила грунт, я же все подробно это говорила, чтобы он уже растворился, чтобы он уже там как-то перешел в какие-то такие, как сказать, расщепился до такой степени, что он был не опасен. А золу я вношу сейчас при посеве, мочевину я вообще не вношу, и поэтому у меня вот этих трех нет, вместе никогда почти не бывает, я их не вношу. Но, опять же, я говорила, что каждый вносит то, что ему нужно. Может быть, вам мочевина не нужна, может быть, вы суперфосфат не будете вносить, будете какие-то натуральные добавки. А зола, я вот много лет пользовалась внесением одной золы, иногда ее бывает достаточно. Тут у каждого свое, и я вот нынче положила все как нужно. Просто когда добавляете, нужно их или немножко разделять какие-то осенью, какие-то весной, или, может быть, просто от каких-то отказаться. Иногда я вот весной, когда некогда, иногда я ложу все вместе. То ли они там усваиваются, то ли не усваиваются, никто это точно не знает. Может быть, ну, мочевину, мне проще, я мочевину никогда не вношу. Я мочевину, этот азот вношу, только натуральным вот этим вот перегноем, или листовым, или с компостной кучей, или животного происхождения. Так что у меня нет вот этой проблемы, что они где-то там склещутся. Но, хотя в прошлом году осенью, когда я вносила суперфасад, я уже не известь пушонку и недолометовую муку вносить не стала, именно из-за того, чтобы они не соединились. Потому что их тоже не рекомендуется вносить вместе. Ну, нужно немножко, когда вы вносите, просто думать, что вам нужно срочно внести. Внесите, а что второстепенно, то можно будет потом добавить в виде каких-то других, когда уже это, ну, как, проработает, сделает свое дело. А вот, Паня Инна пишет, про эти же светильники, я рассказывала, что я подвешиваю, а она говорит, что ей удобнее подставить какую-то коробочку, а потом убрать, и этим она как повышает или понижает уровень. Ну, это тоже вариант. Но у меня много стеллажей, у меня столько коробочек нет, и это неудобно. Вот про золотую руну пишут. Ранее очень неприхотливый, который я хочу как раз... Светлана спрашивает, проверили ли мы работу ленты, вот этой нагревающей, хорошо грунт прогревает. Ну, кто видел прошлогоднее видео, тот помнит, что я один первый укладывала, мы его протестировали. Ленту я укладывала во вторую очередь, мы позже ее делали. Мы ее не успели включить, потому что у нас завалило снегом, наступила зима, и не было смысла гонять, ну, и холодно стало, не было смысла гонять вот этот электронагревательный прибор, когда там в теплице вообще ничего не было. Я отложила на весну. Поэтому одна уже, я точно знаю, половина, что работает, вот на ней будет суперранний урожай, а вторая половина мы будем только пробовать. А, вот про шапки. Галина Григина спрашивает, у меня вопрос по поводу посевов и перцев и томатов. Почему у меня всходы, получается, в шапках из семечек? Приходится иголочкой снимать потом. Но их называют космонавтами, кто-то капельку капает, чтобы смочилась, эта коробочка убирает вручную, кто-то иголочкой снимает. Вот правильно Анна Василина или Василина сказала, что неглубокая посадка семян. Но причин вот этих космонавтиков может быть несколько. Я вот перечислила. Я весной в прошлом году снимала видео даже, потому что у меня я посеяла в один лоток свои семена перца и магазинные. Мои взошли быстро, а магазинные начали вылазить слабо и с трудом. И вот все в шапочках, все космонавты. И некоторые шапочки, я так не могла с них снять. Это просто было качество семян. Вообще причин может быть несколько. Смотрите, во-первых, неглубокая посадка, вот как Анна сказала. Если вы сеете очень неглубоко, семечко быстро выскакивает этот росток, и семя просто не успевает сброситься. Когда она через более длительный, такой, ну как, сантиметр-полтора там надо, когда она вылазит оттуда с трудом, она семя теряет по неволе. Но, когда недостаточно увлажнения грунта, она может коробочку не потерять даже при глубоком посеве, потому что сухо. Во-первых, эта коробочка во время посева должна сильно намокнуть, набухнуть, и тогда, когда росток будет вылазить, она с легкостью раз потеряет его. А если семенная коробочка не намокнет, растению будет сложно ее стянуть, потому что иногда рукой даже тащишь, тащишь, стягиваешь, и вместе с листиком обрываешь. И третья причина, это основная, часто не сбрасывают коробочки вот эти магазинные семена, которые не, ну как, слабые, или залежалые, они или изначально слабые, но некачественные семена. Вот я уже давно заметила, что со своих семян и коробочки хорошо слетают, и все нормально, но еще я говорю, тут надо дорожки посевные очень хорошо смачивать, тогда и ранние посевы, эти ранние всходы будут, меньше будет срок от посева до первой петельки, и коробочек не будет, и все, вот это вот, про которую я грязь как раз говорила, сеешь в грязь, будешь князь, надо обязательно создавать увлажнение сильное. Завидует кто-то, у нас зима, у всех тепло. В 2019-м скороспелые были посеяны в марте, ничего на них не вызрело, а те, что были посеяны в начале февраля, вот на них были помидорки, спели на кусту. Но в начале февраля вот у нас скороспелые мало кто сеет, но опять же, я и говорю, что золотая дата посева это та, которая подходит вам. Один год вам понравилась эта дата посева, попробуйте еще раз. Если оно у вас закрепится, вам и не надо даже ни у кого спрашивать, будут все сеять, например, в марте, а вы будете сеять в феврале, потому что вам это подходит. А, ну, кстати, вот, Елена, то же самое. Вы правильно говорите, что каждый из своего опыта. Я это знаю уже по себе, потому что иногда читая журнал или какие-то рекомендации специалистов, я осознаю, что я, ну, осознаю я, что я-то делаю совсем не так, и мне это очень подходит, и я уже не ухожу со своей даты. Вот в конце января я как сею уже несколько лет для раннего урожая томаты в теплицу и для перца, вот эти вот, которые длительного, длительный срок вегетации. Многие говорят, очень рано, да куда вы, ну, мне подходит этот срок, у меня все зато вызревает, и зеленых почти ничего нет. А, вот еще Паня Инна тоже хороший, хороший такой, вот как комментарий написала. Хочу дополнить немного орган-рекомендации. Для меня оказалось удобно сеять каждый сорт в отдельную плошку, поскольку покупные сорта перца сходят очень по-разному, какой-то сорт от одного производителя выскакивает моментом, другой сидит и думает, а держать в родилке, где у меня ослови довольно хорошо приспособлены для проращивания семян. Я не буду дальше читать, кому интересно прочитают, но это действительно так. Я уже тоже в позапрошлом году снимала видео, где говорила, что лучше сеять в лоток, например, или одного сорта, или хотя бы одних сортовых характеристик, потому что я вот перец, опять же, про этот перец я посеяла в лоток домашний перец семена и магазинный перец. И этот перец, который мой домашний, он зашел очень быстро, его уже надо пикировать и по-хорошему-то весь бы лоток распикировать. И я вот выбирала выборочно, свои рядочки распикировала, досыпала в эти ямки земли, а этот космонавтики дальше всходили. И также томаты. Иногда поторопишься, посеешь вместе толстоногие и вот эти длиннолапые, которые высокие, вытягиваются. И вот начинается. Толстоногие еще бы могли полмесяца сидеть в этом лоточке, а те уже вытянулись, их уже надо пикировать. Вот я совет тоже такой давала, что если у вас толстоногие, сейте в отдельную тару, если у вас вот эти высокорослые, сейте их отдельно, потому что разный размер рассады, он очень плохо потом для дальнейшего произрастания. Какие-то уже с этой полки действительно нужно убирать куда-то на более, ну там где повыше, а эти еще тут сидят. Так, ну вот это вот Наташа пишет, что да, вы правы, познеспелые томаты обычно продленного плодоношения. Ольга Харламова спрашивает, Оля, а светильник не фито? Вот данный этот светильник не фито. Вообще у меня есть фитолампы, я уже снимала видео, что никакой разницы не вижу. Когда повешу фито, когда не фито, у меня уже никакой разницы нет. Вот Ирина Байнова пишет, классный способ с привикуром. Вот когда проливаю дорожки, потом сверху поливаю и все, и больше ничего не обрабатываю, ни землю, ни семена. Потому что сама по себе земля, она очень редко как бы сказать портится, если в ней не растет вот локально вот в данном на этих сантиметрах растение, то там уже никакого заболевания, ничего обычно не возникает. И так как вот мы сеем, я именно вот сейчас про перец, что рассказывала, я дополняю. Так как мы сеем перец всего на месяц в этот лоток, им хватает, а пикирую я всегда обязательно в другой грунт, в свежий. Вот Надежда Савченко пишет, у меня только высокие детерминатные, низкие, ни разу не сажала. Евгения Киселева дополнила, а детерминатные по-вашему это не низкие, но у них тут вышел небольшой как спор. И да, скорее всего, как вот вы и пишете, она имела в виду штамбовые, ни разу не выращивала. Это те, которые самые маленькие, самые компактненькие. Но их тоже многие выращивают, но вы должны про штамбовые знать, что у них все-таки укороченный срок плодоношения, и они, их тоже большое количество в огороде, ну как сказать, если вы вот высаживаете 100 корней, то большое количество из этих 100 корней штамбовые обычно не делают, потому что они хороши вот для раннего урожая, потому что они быстро, все-таки нужны и средние, и позднеспелые, которые потом вот эти крупноплодные, штамбовые по большей части своей, они не очень крупные, но их любят вот за эту, за раннюю спелость, за скорость образования куста, скорость формирования плодов. Они такие у нас быстренькие. Надежда пишет, я почему-то всегда сажаю в один день, 16 февраля, потом 30 апреля в теплицу, правильно это или нет? Но я вот пишу, если вам это подходит, то конечно правильно, идеально, если вы вот уже говорите, что всегда сажаете в этот день, раз вы его не меняете, значит он вам подходит, значит вы нашли свою золотую дату посева, и это очень хорошо, когда человек знает уже точно, когда ему высаживать, ой, когда сеять, когда высаживать, нет уже никакой ни разберихи, нет вот этой нервотрепки, ой, то ли рано, то ли поздно. Желаю всем найти свою дату. Вот Ирина Горшкова пишет, в Ярославской области последняя заморозка была однажды 11 июня, в этом году не знаем, что и ждать, ночью плюс 4 и дождь. Кстати, Ира, может быть это тот самый год, у нас один раз был заморозок, в июне тоже минус 7, и в этот раз у меня первый раз в жизни и последний замерзла вся теплица, все томаты, вот сколько было, 100 с лишним в теплице, ясно, что 11 июня они уже там хорошие, мы же высаживаем, в мае были высажены вся теплица, и заходишь, такой запах никогда не забуду, запах такой, как будто в бане заварили веник, вот свежий зеленый веник когда заваривают, вот такой вареной травой пахнет, их как обшпарило, ничего восстановить не удалось, и в то время у меня, я еще так сильно не занималась, на запас много не было, восстанавливать было нечего, были уродливые, помидорки росли, через пасанах, там через всяко, верхушки, все замерзли, вот по ней напишет, для меня при выборе даты посева является всегда дата предполагаемого высаживания рассады на постоянное место, разбираю кучками, кстати, это самый простой, вот особенно для начинающих надо о нем рассказать, самый простой и самый часто используемый способ, когда отсчитывают 60 дней от того дня, когда вы высаживаете и смело сеют, ну и там не будем вдаваться, что некоторые можно подержать больше на 10 дней, 70, некоторые можно в 55 высадить, но считают всегда 60 примерно, это очень такая работающая схема, ее используют многие, кому неохота заморачиваться, высчитывать, считают 60 дней, вот например, 10 июня мы высаживаем, отсчитываем 60 дней назад, какое число получается, то и высеваем, так, вот Лидия Пантелеева пишет, что из опыта я так делаю не один год, перец обязательно пикировать, это вот про то, что я всегда пикирую, что при пикировке выбраковка растения тогда крепче, лучше приживаются, дают боковые крышки и листики у них, но многие больше, а проблем с перцем меньше, многие до сих пор перец не хотят пикировать, и баклажаны, я вот на 100% уверена, что это им идет только в пользу, разные проблемы, у кого щит жидкий, у кого жемчуг мелкий, вот я не могла, не могла вспомнить, сегодня специально в интернет залезла, да, у кого жемчуг мелкий, а у кого суп пустой, ну или щи жидкий, вот второй вариант, поговорка, так, дальше едем, ой, интересный вопрос, такое часто бывает, извините, не по теме, начала проливать землю кипятком, добавила марганцовку, сильно много булькнула, скажите, я испортила землю, или потом добавить земли, у меня было раньше, так не раз, вот когда мы марганцовкой, когда, ну как, проливали, чтобы обеззараживать, нальешь лишнего, и она получается, как неудобо варимая, ну короче, не, не пригодная для посева, я в таком случае, отставляла, ну у меня их побольше всегда лотков, я отставляла этот лоток, он за неделю, там немножко просыхало, опять его вываливала в таз, перемешивала, она была влажная, но уже, хотя бы такой консистенции, с которой можно работать, ну можно и добавлять земли, ну там вам, эту землю надо отдельно опять протравить, чтобы не добавить земли, ну как, по микробиологии, зараженный какой-то, а вообще, я рассказывала в прошлом году, как я увлажняю, я вот ставлю таз, и добавляю маленькими порциями, налила, например, стаканчик, или полстаканчика, в резиновых перчатках, все размяла, как тесто, перемешала, я в том году показывала, что мешу, прям как тесто замешивать на пирожке, размешала, перемешала, чувствую, что комок не распадается, как вот узнаем, достаточно ли увлажнения, когда горсть земли сожмешь в кулаке, и комок должен держать форму, если он распадается, сухой, значит еще стаканчик добавляю, потом еще, я уже теперь ученая, никогда не бухаю много, если, например, ковшик целый, вылить туда 2 литра, то, конечно, земля будет непригодна для посева, она может, ну, закиснуть там, так, рыть, рыть землю, никто еще столько нам не рассказывал, про выращивание томатиков, так это еще, смотрите, это у меня еще время мало, я очень занятая, представьте, сколько бы я вам рассказала, если бы я была свободным человеком, Оля, у тебя масса последователей, а я сначала в попыхах, плохо же вижу, прочитала, у тебя масса преследователей, ну, хорошо, что последователи, а не преследователей, так, тут Ксюша Шинк написала, наверное, не конце марта, а конце января, но я иногда оговариваюсь, я сейчас, смотрите, вот со мной такое чудо происходит, я вместо того, чтобы сейчас начинаю даты проставлять на документах, на видео января, я пишу, пишут у августа, был декабрь, я писала март, но мне сноха говорит, ну, наверное, о весне, о лете думаете, я говорю, ну, конечно, я уже вся там в огороде, вся в лете, у меня только март, только август, никакого января нет, декабря уже нет, спасибо огромное, такие подробные ролики, супер, для таких, как я, начинающих, нет вопросов, ну, и все, тут вот пусть садит так, как думает, пусть ждет результат, это тем, кто, вот смотрите, вот этот меня удивил вопрос, я не знаю, не уверена, Элиса, Элиса, Воль, здравствуйте, раньше вы советовали Агат, подскажите, пожалуйста, может ли быть заменителем превикура, я не помню, когда я говорила про Агат, может быть, несколько лет назад, в прошлом году точно Агатом не пользовалась, я не помню про Агат, это может быть были как прошлые, прошлые, если честно, врать не буду, не помню, и даже не знаю, что это за средство, а может быть, это не я советовала, у меня тоже очень большая масса информации в голове, я могу и забыть, может, когда-то года два назад пользовалась, здравствуйте, я тоже пикирую, без пикировки, садила, у меня из 40 стаканчиков, оказались 27 хорошие, вот в том-то и проблема, что когда без пикировки мы высеваем, мы нам выбрать-то не из чего, если ей надо было, например, 40, а зашло 27, пересевать, потом бывает, что упущены сроки, лучше, ну, это я так думаю, не знаю, но многие меня поддерживают, лучше посеять побольше, потом их вытащить из грунта, проверить корешки, выбрать самые здоровые, со самыми толстыми стебельками, вы еще, может быть, замечали, есть перцы кособокие, бывает, вот семидоля вылезет, одна вот так на бок, я такие никогда не беру, значит, у нее уже что-то там сбито, в ее там голове, в маленьком, в перечной головке, и вот выбираете, самые сильные, а слабенькие можно удалить все, поэтому я всегда все с запасом, при пикировке у меня остается иногда большое количество рассады, но беру только крупную, жирную, здоровую, желательно с такой сильно развитой корневой системой, тогда уже не надо будет потом ни помогать ей, ни подкармливать, ни чем-то ее, как дохличка, делать искусственное дыхание, выхаживать, потому что выходить можно любую рассаду, ну даст ли она потом богатый урожай, ну это так же, как не буду сравнивать ни с людьми, ни с животными, но все мы одинаково устроены, здоровое потомство дают, только здоровые растения, желаю вам, в преддверии вот этого сезона, у меня прям настроение такое, ну, все, бурлит, кровь кипит, желаю, чтобы не было у нас ничего неудач, чтобы не замерзла рассада, как вот у меня в прошлом году прихватила, меня чуть плохо не стало, вышла, она вся лежит, сварилась на морозе, было минус 8 на улице, и это, отошел, короче, отошла вилка, электрообогреватель, все осталось теплиться, вот от таких форс-мажоров можно действительно очень много неприятностей завести, это надо вот все следить, но я желаю, чтобы у нас нынче прошло все гладко, 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 чтобы были толстые такие, здоровые у нас сеньцы, потом хороший урожай, чтобы мы восстановились за лето, поправили свое здоровье, и нервное, и физическое, ой, я опять села на диету, чувствую прилив сил, надо готовиться к огороду, у меня, знаете, я к огороду, к выходу в огород, готовлюсь как к свадьбе, я сейчас приведу себя в порядок, похудею, чтобы лучше выглядело, чтобы была здоровая, чтобы могла пахать как лошадь, все, до свидания, вам тоже желаю.